Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Екатерина Пазекова. Александр Николаенко, автор, ставший широко известной читающей общественности два года назад, когда дебютная книга «Убить Бабрыкина» получила премию «Русские буки». Александра закончил Строгановский университет, стала одним из самых молодых членов Московского Союза художников, иллюстрировала детские и взрослые книги, а ее работа находится в частных коллекциях России, Франции и Великобритании. Сегодня мы поговорим о ее романе «Небесный почтальон Феди Булкин», который является новинкой книжного фонда Дворца книги. Главный герой Феди Булкин живет с бабушкой, а родители его в командировке, строят град Небесный. Главная мечта Феди – попасть к ним. Для этого он учит таблицу умножения, пишет письма Деду Морозу и Ленину, спорит с Богом и, конечно, взрослеет, не забывая откладывать деньги в кошку-копилку на билет до града, чтобы повидаться. Из тетради Фединой о небесных геологах. «Поехали, мама с папой, строить город небесный», – сказала бабушка. «Командировка? Ясное дело. Мама с папой – мои геологи. Без геолога в строительстве никуда. Осваивать советский народ новые территории – а какие? Если делаем мы с бабушкой в сердце родины нашей Москве утреннюю гимнастику, в Петропавловске на Камчатске – ночь». В прошлый раз мама с папой БАМ ездили строить, прокладывать магистраль Байкальско-Амурскую. Долго строили, долго. Вернулись, а я уже вот посюда. Даже и не узнали меня. Мама ахнула, а папа сказал, «Ну, брат, не узнать тебя. Как подменили?» Очень испугался я. Вдруг и вправду бабушка, пока их не было, меня подменила. «Тогда вернулись они, а я еще вот посюда был. А теперь вернутся они, а я уже вот посюда. Глобус кручу, хочу найти город этот небесный. Только очень мелко на глобусе города пишутся. Прямо блохи. А читать я уже научился. Вернутся папа с мамой моей, так и ахнут. Да, бабушка? Что, Феденька? Это так я, бабушка, ничего. Нельзя хвастаться Феде делами хорошими, угрожает бабушка. Скажешь вслух, и она убога за хорошее уже не считается. А зачем совершать хорошее, если о нем не гу-гу? Плохие дела нужно тайно делать, считаю. Разбил чашку? Замети потихонечку в совочек. Если бабушка как бы обахнулась, сослепу не услышала, выкини по-хорошему быстренько, чтобы ее не расстраивать. Потому что расстраивать бабушку тоже плохо. Папа так и сказал, когда уезжали. Веди себя хорошо, не расстраивай бабушку. Ты один пока, меня нет за мужчину. За мужчин, за всех я один, понимаете? А бабушка хоть и старая, а все равно тоже женщина. Из-за чашки разбитой. Знаете, как расстроиться? Даже бабушка? А? Вот если бы, например, я, бабушка, разбил бы чашку какую-нибудь, ты бы расстроилась? Господи помилуй, какую? Я, к примеру, сказала, это бабушка. Сами видите. Так что о хорошем нужно рассказывать. Иначе никогда не заметит бабушка, что я посуду помыл. У ней память девичья. Так и будет думать до смерти самой, что это она сама ее вымыла. А плохое в совочек. Вот и выйдет одновременно два дела. Хорошее и плохое. И оба за компанию не рассказывать, потому что дело плохое, что чашку разбил. Потянула с собой хорошее, что бабушка не расстроилась. У нее этих чашек, знаете, войско. Целая чайгоняльная армия. Бей и бей потихонечку партизанам. Бабушка. Что, Феденька? А давай я, бабушка, тебе мусор выкину. Выкини, пожалуйста, Феденька. Вот и третье дело хорошее. Где одно хорошее, там другое. Как грибы в лесу. Как троллейбусы 61-е. Где один троллейбус 61-й пришел. Там и следующий вереницей. Потеряться, наверное, бояться, бабушка. Кто? Троллейбусы. Юморист. Ко всему относиться нужно с юмором, бабушка. Мамочки мои, страсть господня. Таракан. Четыре вышло уже, дело мои, в хорошее. Я для Бога, хотя его и нет. Это точно. Все же за жизнь составил бы список. На всякий случай. Вдруг есть два столбика. Дела хорошие, дела плохие. У Бога нас много, сказала бабушка. Занятой человек, а я и сам уже писать научился. Дела хорошие. Первое, что бабушка из-за чашки что-то брякнулась, не расстроилась. Второе, что я мусор уже выкинул. Третье, что не сказал, что выкинул мусор бабушке, потому что я сперва предложил его выкинуть, а потом уже выкинул, чтобы не подумала опять она, что сама. Четвертое, и еще, чтобы выкидывая сама, не заметила черепки. Четыре уже хороших дела. Говорю же, добрые дела, как троллейбусы чередой. Где же все-таки город этот небесный на глобусе? Евразия, Азия, Африка. Наверное, большой должен быть, чтобы все, кто строит его, поехали, уместились. Голубым, наверное, тут раскрашен. И тут, и тут голубым. Кручу, кручу. В какую сторону папа с мамой живут? Если по всему глобусу лужи, лужи. Где тут папа с мамой мои? Все, что на глобусе, Федь, Бог на земле рисовал. Моря, острова. Вот тут мы с тобой живем, Москва написана, видишь? Вот тут в городе Тольятти нашей тетя Оля, Григорий Михайлович, Женечка. Здесь мы с тобой были, море черное помнишь? Город Анапа. А град небесный на небе, не на земле. На самолете лететь? Самолеты, Федь, ниже летают. Не зря я космонавтом, как Юрий Гагарин, стать собираюсь. Вон, как оказывается, высоко град строят, если и самолетов выше. На ракете? На ракете вырастешь и на Луну полетишь. А город небесный, еще и Луны повыше. Очень уж высоко. Но не очень. Зря уверена бабушка, что без Божьей помощи не добраться. Без Божьей помощи, Федь, и каши не сваришь. Да зачем она вообще людям, бабушка, твоя каша? До таких высот добрались строители, землю застроили, небо перешагнули, космос теперь осваивает. Папе с мамой, конечно, некогда, там дела важные у них, понимаю. Но как стану космонавтом, да лечу до Луны, там осмотримся, и так скажу своим космонавтным товарищам. А теперь летим в город небесный товарищей, к маме с папой. На какой планете, ты думаешь, бабушка, папа с мамой сейчас строят? На Юпитере или на Марсе? А карту, как в град небесный лететь на небе, Федя Господь нам звездочками означил. «Млечный путь» называется. «Звездный град» от большой медведихи – это направо. Федя очень рано узнал, что близких можно потерять, поэтому очень боится потерять бабушку. Федя озорничает, ведет уморительные дискуссии, он весьма рассудительный и в своем роде очень справедлив в суждениях. Поэтому читатель понимает, насколько хрупок Федяный мир и насколько мир непостоянен вообще. Нужно беречь то, что имеешь сегодня, сейчас и каждое мгновение, ведь завтра все может измениться. Роман «Небесный почтальон» Федя Булкин про нескончаемое лето с пахучей земляникой, бесконечную зиму в ожидании Нового года, про родителей, которых уже нет, про бабушку, которая всегда рядом, но уже не новая, про такие смелые и детские мысли о справедливости и о смерти и о том, что все всегда должны быть вместе, как в Фединой записке «Богу о нас». Вот как план начертил, слава Богу, Бог для тех, кто папе с мамой лететь захочет. Значит, увидимся, а то уж очень скучаю. Так иногда скучаю, что сквозь слезы в глазах сердце щиплется. В скафандре нужно лететь, да, бабушка? Без скафандра в космосе смерть удохнешься, пока долетишь. Душе, Федя, скафандры незачем. Покинет душа тело и без всякого скафандра, а в миг один с живой долетит, если хорошо себя вести будешь. Просыпайся, Федя, пора в садик. Не пойду сегодня в садик, я бабушка. Это что еще за новости, Федя? У меня душа далеко. Это где же она, Феденька? В Петропавловске, бабушка, на Камчатке. И все-таки уж очень соскучился я. Даже фотография не всегда помогает. Ясно, конечно, по фотографии этой, что хорошо папе с мамой в граде небесном живется-строится. Вот они как друг с дружкой стоят, обнявшись, в стекло улыбаются. Только кому-то там без меня может быть и хорошо, а мне каково. Бабушка, что, Федя, ты бы что за то, чтобы папа с мамой моей вернулись к нам отдала? Все бы отдала бы, Федя. И меня? Тебя бы никому не отдала бы. Ты что, Феденька, я бы тоже, прежде чем отдать тебя, бабушка, передумал. Бабушка, а что, Федь, есть в граде небесном границы? Есть, горизонтный называется. Это там, где небо с морем полоской сходится. Воображаемая линия. Папа мне объяснял, потому что нигде на самом деле не сходится небо с морем. Никакая невоображаемая она, недостижимая. Плыли мы с бабушкой раз по морю черному на трамвае прогулочных. Почему без рельсов трамвай этот бабушка? Как он плавает? Он по компасу. Компас, знаю, мне папа показывал. Он всегда в одну сторону тыкает. Да плывем. Только как не плывет трамвай, все дальше и дальше. Бога граница, горизонтальная линия. Вроде и почернила лучом по воде. А даже облака вдоль летают. За границу эту солнце садится. И за границ с обратной стороны встает. Заграничное солнце-то. То на той стороне, то на этой. Как ты думаешь, бабушка, Противно солнцу смотреть после нас на капиталистов с буржуями? Солнце Федя смотрит, чтобы всем тепло, всем светло. Чтобы день настал, чтобы ночь пришла, Чтоб зима на лето сменилась. А я думаю, бабушка, что противно. Соленая из глаз вода, как зареву, соленая в море. А море огромное полосой, Где солнце садится, напополам с небом делится. Почему, бабушка, в море вода соленая? Селедок солит или столько люди наплакали? Селедок солит. А если лосось в томате? А эта, Федя, в другом море лосося солит. Томатное, значит, море есть. Пряного посола. Ожидал я увидеть море черное, Как написано. А оно синее, синее и соленое. Пить нельзя. Селедки зато с кильками, Сами в нем солятся. Ловят потом рыбаки селедок с кильками, Все эти готовные. В магазины везут. Ловко устроено. Только лежишь, лежишь, загораешь. И пить так захочется, Денег тратить на лимонад приходится. Жалко было в море, Что любого лимонаду налить? Лимонадное море. Есть озеро такое, Байкал. Из озера этого, значит, Газированный напиток Байкал. Наливают. Невкусный. Сок березовый из березы В большие пыльные банки. А в Белом море молоко, наверное. Или снег. Молочное море. Снежное. Только с Черным морем ошибся бог. В нем чернила должны быть. Или нефть. Какую папу мой везде ищет. А он в нем селедок солит. Очень странно. Это все, как в книге Чуковского, Где баранками море синее тушит. А вот что об этой книге говорят читатели. Немудреная, щемящая, По-детски наивная история Тронул до глубины души. Бесконечный жаль мальчику Феде, Бабушку, не позволяющую себе Впасть в уныние, Так как надо растить внука. Но все же книга добрая, Живая, искренняя. Приятно удивило то, Что рассуждения и мысли ребенка, Его страхи и переживания Созвучны с моими. Спасибо автору за теплые детские воспоминания, За возможность вновь пережить Некоторые моменты С его советского детства. Услышала об этой книге На книжном фестивале. Порочла быстро, с удовольствием. Очень понравилось. Для себя я противопоставила Ее книге Павла Усанаева «Похраните меня за плинтусом». Столько мне доброты, надежды, Веры, света, детского взгляда На мир взрослых. Если вы захотите прочесть Про любовь, страдания, радость, То прочтите эту впечатляющую книгу, Которую можно найти В центре чтения Дворца книги. А вы читали Александр Николаенко? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин